Привет, друзья! Всем привет! С подъемника мы едем на подъемнике вверх на Кавказские горы В Цейском ущелье Под нами лыжники, веселые и бодро, счастливые люди, потому что еще три недели назад снега не было А сейчас эти курортные горнолыжные места пополняются народом, соскучившимся по снегу Причем в этом году мало снега, мало снега, как говорят старожилы, как говорят специалисты Потому что вот на турбазе, где мы находимся, обычно снег вровень с забором, а сегодня он метра на полтора, наверное, ниже забора Вот такие красоты проплывают мимо нас Снимаем для вас, друзья, с высоты, едем на подъемнике Солнце слепит, неизвестно, что будет видно, но стараемся Восторг какой! Мы едем без лыж, поскольку горнолыжный спорт это дело опасное, это дело, конечно, молодых Для молодежи, хотя не знаю, может быть спустимся, может быть я возьму скейт и там вот на горке, там внизу, может быть прокатиться все-таки Для того, чтобы тебя порадовать кадрами, как я падаю Нет, надо тебя оберечь Ой, ну вон, видишь, как человек быстро ехал и резко упал Нам падение ни к чему На, кости срастаются гораздо хуже, чем 30 лет назад, чем 20 лет назад Боже мой! Какой возраст пенсионеры! Ничего, не сидим дома Пенсионеры тоже могут себе позволить горнолыжный отдых, горный курорт Мы приехали, конечно, на горнолыжный курорт Но будем просто подниматься на подъемник и любоваться красотой Кататься на лыжах не будем, потому что мы не катались очень давно Я лет 15 лично И как бы в бытность свою... Когда же я научилась? Первый раз на лыжи встала, мне уже было 40 лет Я, конечно, несколько раз вставала на лыжи, но назвать себя горнолыжницей не могу А тем более сейчас так давно не тренировалась Поэтому просто любуемся, дышим Восторг неимоверно от всей этой красоты, от воздуха От вида людей счастливых, которые носятся на горных лыжах, на скейтбордах Чудесное зрелище Короче, пенсия не повод сидеть дома у телевизора Надо брать от жизни все Неизвестно, сколько той жизни осталось И стоимость подъемника доступна для пенсионеров? Ну, 300 рублей туда и обратно Понятно, если вы на лыжах, то вы платите 150 рублей И спускаетесь на лыжах с горы Но так как мы не планируем спускаться на лыжах То 300 рублей на человека Чтобы подняться и на этом же подъемнике спуститься Побывав наверху, увидав все красоты И получив удовольствие Столько, сколько мы можем его получить Друзья, мы преодолели подъемник Поднялись на самую высшую точку Думаю, тут 2500 Ну, между прочим, очень страшно было Как садиться на этот подъемник Скорость у него высокая Так и спрыгивать Ну, нам это удалось И теперь мы, капнув адреналина Будем ходить и гулять И по вашей просьбе снимать эти горы Высота которых, ну, говорят, в районе 4000 метров Погода чудесная Ночью был мороз Минус где-то 14 С утра разгулялось Солнышко разогрело И сейчас где-то минус 8, наверное А может уже и к нулю близится Во всяком случае С нашей турбазы такая копель Сосульки Снег на крыше тает Пойдем гулять с нами Рядом с верхней площадкой подъема Мы обнаружили пушку Сейчас подойдем поближе Из нее стреляют половином Чтобы спровоцировать сход Вот мы хотим Мгновение показать Откуда мы приехали А, кстати, мы поедем обратно Снимем дорогу Издалека отсюда Лыжники, конечно, совершенно крошечные И вот здесь в горах В горах встречаются Космические пришельцы Видите, они в скафандрах Но вы посмотрите Дмитрий Степанович Нашел пушку Это реальная пушка Она действующая То есть это не памятник военным действиям Это антилавинная пушка То есть для схода С собственного схода лавин Стреляют И там, где центр спасателей Где мы сегодня были Там даже стоит гильза Вот такая вот она Полуметровая От этой пушки? Да, да, да Пушка в рабочем состоянии При необходимости В этом году Может быть не будет такой необходимости Потому что снега мало Ну, кто его знает То есть, наверное, можно вызвать и Сход снежной лавины Наверное, можно вызвать и Камнепад Где-то опасный Созреть Ну, мы не специалисты Во всяком случае Пушка рабочая Такие красоты Экстрима Захватывающий дух Тут оператор канала Пенсия не приговор работает Активно Изо всех сил Снимая красоты Попытается передать Жесткий снег Такие пейзажи Завораживающие Классно Ну, я первый раз на такой высоте Все-таки Все-таки первый раз Почему-то никогда Меня не тянули горы Хотя, в принципе, возможности имелись Странно Тут даже Мобильная связь работает И Оксана Изо всех сил Разговаривает С подружками Горы На расстоянии протянутой руки Чудо природы Доступное нам Чудо природы Теперь мы Приморские жители Живем около моря Теперь нам посчастливилось Благодаря нашему другу Таймуразу Именно он Нашел на ютубе Вызвонил Оценил Что мы неплохие люди Пригласил нас в гости И мы приехали Ну, надо сказать, что Ни нас Одних блогеров Он приглашал Занапа и других Но что-то их там тревожило Там Кавказ Северная Осетия Немножко им было боязно Но Не знаю Нас так ничего не пугает Может быть, потому что Мы пенсионеры Мы самые свободные люди Нам уже нечего бояться Одес Продолжение следует...